Добрый день, уважаемые друзья! Всем привет, здравствуйте! После большого короткого перерыва мы с вами встречаемся вновь. Я рада вас приветствовать на своем канале. Приглашаю всех к просмотру. Сегодня мы продолжаем сборку верхней части конкурса Танка Тиран 5 от компании Тамия. Немножко давайте рассмотрим, что мы сделали на последней встрече. Собирали мелкие детальки, сажали их на корпус. Есть еще достаточно большое количество деталей, которые мы с вами должны будем сегодня закончить и посадить их на корпус. Значит, что мы будем сегодня с вами собирать? Сегодня будем устанавливать сами сетку. Сетка будет состоять из двух частей. Значит, две части такой формы и две части вот такой формы будут устанавливаться на детальки с литника Д, Д8 и Д18. Рассмотрим, где они находятся. Вот у нас литник Д8, Д7. Это вот такая форма и вот такой вот формы. Еще будет такая деталечка сверху устанавливаться на литник Д18, на детальку Д18. Вот такая деталечка Д25. Это то, что касается сетки. Также мы будем с вами еще собирать сегодня заднюю крышку багажника. Находится она на литнике J. Давайте мы ее рассмотрим, из каких деталек она будет у нас состоять. Давайте, вот у нас сама задняя крышка багажника, деталек 5 у нас. Это J33, J34, J41, J49 и J54. Давайте посмотрим, где они находятся. Находятся практически рядышком. Вот эти две деталечки. Вот эта деталь, вот эта и вот эта вот боковая деталечка. Так, это то, что касается задней крышки багажника. Есть у нас достаточно много деталек, которые нам необходимо будет посадить на корпус. Давайте мы их рассмотрим. Есть детальки с литника D. Вот такие две деталечки D11 и D10. То есть, вот они находятся у нас вот в этой части. Так, вот это то, что этих двух деталек касается. Есть у нас еще детальки, которые нужно, необходимо посадить. Тоже на задней части. Это H11, H39, H42. Ну, давайте они на литнике H, мы их рассмотрим. У нас, например, деталечка H39, H42. Они как бы идут в паре, они находятся рядышком. Один возле другого. Это вот эти две детальки. Вот эта вот еще есть маленькая деталечка H11. Она практически рядом, на корпусе будет садиться. Она будет садиться вот здесь вот, с этой части. Так, есть у нас еще деталечка одна. A7. Она с литника A. Это вот такая вот деталька, которая прокрашена будет другим цветом, не цветом, а корпусным. Это как деталь, которая будет выделяться. Смотрим, где она у нас находится. Она у нас находится в этой части схемы. Вот здесь вот. Она будет садиться. В задней части. Вот здесь вот она у нас будет садиться. Так, вот это то, что касается этой детальки. Есть у нас детальки, которые необходимо будет прокрашивать. Но практически все детали необходимо, желательно будет прокрасить на литнике. Потому что они потом будут садиться на корпус и собираться. И удобнее прокрашивать его, конечно, на литниках. И сами места перед прокраской, ну, перед посадкой необходимо будет прокрасить. Так удобнее. В любом случае, потом надо будет подправлять. Ну, по мне, так это будет удобнее. Ну, в принципе, по камесе. В общем, это все. Еще есть только одна деталечка. Это водительский люк. Мы ее сами уже когда-то собирали. Готовили ручки, клеили. Она с литника у нас J. Мы ее с вами посадим вот сюда, вот на корпус. Установим. Вот она у нас деталечка. Это вот здесь вот находится. Мы ее с вами... Я прошу прощения, это не тут. Вот она у нас. Это деталька. Вот здесь вот. Мы ее ручки клеили. Теперь мы ее поставим на корпус. Но ее заранее прокрашивать не надо будет. Ну, вот, в принципе, общие детали мы с вами разобрали, которые мы будем сажать с вами и готовить. Приготовим все. Все прокрасим. Это немножко возьмет времени. И встретимся еще раз. И посмотрим, что у нас получилось. Ну, вот, уважаемые друзья. Мы с вами детальки все приготовили по возможности. Что мы с вами... Давайте рассмотрим, что мы с вами приготовили. У нас есть решетки такого вида с сеткой, решетка такого вида с сеткой, деталь D18, деталь D8 и D7. Что у нас здесь? Здесь деталька D7, D8, деталька D18. В детальке D18 здесь еще одна деталь. Выглядит она вот таким вот образом. Вот мы ее можем рассмотреть. Она будет одеваться на детальку D18. Есть точно... Еще у нас здесь детальки H51, H50. Это две маленькие детальки. Каким образом посадить их на корпус, направление, под каким углом указана каждая деталька. Это очень удобно. Также мы с вами собрали заднюю крышку багажника. Это вот эта вот деталечка. Мы ее с вами собрали. Прокрашивать мы ее не стали заранее. В этом не было необходимости. Также мы отделили люк. Я его сверху прокрасила. Люк водителя. Здесь есть у нас еще две деталечки D11, которые будут вот сюда крепиться. Вот эти две детальки. Есть еще две детальки, которые идут в пару. Это H39 и H42. H39 и H42. И еще деталь H11. Она вот такая вот деталь. В принципе, что можно сказать, еще одно, что заострить внимание, что деталечки D8 и D7, здесь хорошо это будет видно. У них есть свои направляющие. В D7 есть направляющие с левой стороны, а в D8 есть вот такие вот две направляющие для того, чтобы посадить вот на это место. В принципе, если вот так разобраться, в общем, детали мы приготовили. Осталось только посадить на корпус. Посмотреть, что у нас получится. Ну вот, уважаемые друзья, все то, что мы запланировали с вами, мы посадили на место, на верхнюю часть корпуса. Давайте поближе рассмотрим, что у нас получилось. То есть, все детальки, которые было необходимо посадить, мы сами установили на корпус. Вот с этой стороны точно так же. Здесь вот все решетки установлены на место. Естественно, мы прокрашивали там, где необходимо было, где в последующих действиях не будет доступа. Ну вот на этом мы будем заканчивать с вами. Подписывайтесь на канал, просматривайте видео, буду вас рада видеть и слышать. Всем хорошего дня, всем пока!